Такие учения проводятся регулярно, просто не всегда в таком масштабе. То, что происходит сегодня в Сочи, это всероссийские командно-штабные учения МЧС по ликвидации природных чрезвычайных ситуаций. Как говорится, на всякий случай. Началось все, кстати, даже не сегодня, а еще вчера. Отрабатываются в первую очередь ситуации, связанные с наводнениями и лесными пожарами. На Мамайке, например, по легенде, река Псахе разлилась и грозилась затопить жилые дома. Этот микрорайон выбрали не случайно. Горная река уже показывала свой нрав. Например, во время прошлогоднего июньского наводнения. Тогда часть прибрежных улиц была затоплена. Нам сегодня нужно было на практике учебную тревогу отработать совместно с руководителями наших штабов, с ответственными по каждому направлению, а также с жителями, писателями домовых комитетов и ТОС. Поступила информация о том, что данный микрорайон находится в зоне. Все службы сработали, на мой взгляд, хорошо. В рамках учений спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 8 человек отрабатывали спуск из вертолета Ка-32 с применением альпинистского снаряжения. Условно пострадавших с помощью бортовой лебедки эвакуировали на борт воздушного судна. В 2012 году во время наводнения в Крымске подобным образом спасатели эвакуировали с крыш затопленных домов около 20 человек. Учения продлятся в 4 этапа до 28 апреля и станут действительно широкомасштабными. Для понимания размаха в общей сложности по стране в них принимают участие более 500 тысяч человек и задействованы около 80 тысяч единиц техники. Всеми силами и средствами в районах учений руководит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Он же взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, также участвующими в маневрах.